После жарких дней в республике похолодает. Что станет причиной и когда снова ждать потепления, узнала наш корреспондент Елизавета Никитина. 24 и 25 июля станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Пик похолодания придется на 25 июля. Об этом нашему телеканалу рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Ауходиев. Действительно у нас июль выдался аномально теплым. Если говорить про его начало, то оно было действительно таким антициклоническим и тропическая жара установилась на нашей территории. Однако характер погоды меняется и на смену антициклона на нашу территорию пришел северный циклон. Он принес к нам северные потоки и температура воздуха буквально за один день опустилась на значение около 9 градусов. Таким образом, погода стала в пределах климатической нормы. Если говорить о ближайшей декаде, то она прогнозируется близкой к климатической норме и даже с небольшой отрицательной аномалией, примерно минус 2 градуса. Среднесуточная температура 24 и 25 июля достигнет отметки в 16 градусов. Ночная будет в районе 13 и 14 градусов, а дневная будет превосходить отметку в 20 градусов. Для июля норма осадков составляет 69 миллиметров. В то же время этот июль начался достаточно дождливым и за три дня буквально выпала полумесячная норма осадков. Говоря о прошедших сутках, за ближайшую ночь выпало еще 10 миллиметров осадков. И учитывая циклонический характер погоды последней декады, ожидается, что месячная норма будет выполнена или даже перевыполнена. По словам Тимура Аухадеева, конец июля в силу его циклоничности предполагает высокую вероятность осадков на всей территории Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Андрей Багаудинов, Универньюз.